друзья привет сегодня мы снимаем автомобиль на который вы просите обзор ну примерно уже два года сегодня у нас nissan сирена та самая и e-power встречать сирена e-power эта технология нам уже известно либо кому она неизвестна вы можете внизу посмотреть ролики про nissan note e-power эта технология основанная на следующем то что бензиновый мотор выполняет функцию генератора отдает энергию в батарею батарея питает электромотор и от электромотора у нас привода идут в колеса и автомобиль едет последовательный гибрид а не параллельный в чем фишка e-power nissan note это тяга то есть он очень быстро едет он просто всех своих одноклассников оставляет позади то есть его любят за динамику и с марта 2018 года nissan начинает выпускать с конвейера на той же самой технологии e-power свой популярный минивэн nissan sirena автолюбителям в россии очень нравится подобный формат минивэнов высокая крыша много воздуха в салоне много посадочных мест 7 либо 8 nissan sirena e-power еще нету обзоров на ю тубе и в этом видео мы попробуем ответить это будет ли трендом в минивэнах ближайший год-два и возможно на там добрые пять лет вперед у нашей сирены пробег 176 тысяч километров это достаточно таким большой пробег и это как раз таки хороший экземпляр ответить на вопрос все-таки эти автомобили с этим маленьким моторчиком с батареей 100 киловатт они могут проживать порог 200 тысяч километров и отбегать там триста четыреста друзья ну что давайте начнем с внешности сначала смотрите у нас грубо говоря классическая 27 сирена нас 2018 год чем e-power у нас выделяется и вы можете по лейбам определить что у нас гибридный минивэн от nissan это у нас вот такие голубые накладки на решетке радиатора фары у нас двухуровневые двухэтажные как на боксе мне нравится подобное решение у нас парящая крыша как называет сам nissan то есть они выкрасили стойки черный цвет и у нас как бы они крышу отделили от нижней части но смотрится прикольно все классика 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 сзади у нас красуется и power highway star комплектация у нас очень такая напичканная сирена по внешности мне этот автомобиль нравится но все-таки если я по я в этом видео постоянно этот автомобиль буду сравнивать со степ вегоном voxie noxie squire потому что это одноклассники и они занимают весь педестал то есть в принципе больше конкурентов у этих автомобилей ну их нету в плане дизайна в плане дизайна я сирену поставлю на третье место на первом месте у меня степ вегон потому что я просто кайфую от этой машины что они сделали как они это сделали в плане визуала вот в общем по дизайну мой личный рейдинг степ вегон на первом voxie noxie esquire на втором и сирена на третьем пошли дальше друзья техническая часть это наверное самое интересное в этом автомобиле в этом автомобиле в этом автомобиле ага все я понял так газоупоров у нас нету так смотрите здесь у нас hr-12 мотор бензиновый смотрите на 79 лошадей он настроен в ноте и power здесь он настроен на целых 5 лошадей больше здесь они добавили крутящего еще момента здесь у нас электромотор тоже увеличили мощность всей гибридной системы до 100 киловатт а на ноте 80 киловатт редуктор у нас выполняет функцию трансмиссии неубиваемая трансмиссия поэтому можете даже не волноваться за тяжело ли трансмиссии будет тянуть эту тонну 740 о то на 740 это кстати говоря я уже сказал о весе этого автомобиля nissan от весит для сравнения тонну 40 разница в 700 килограмм 700 карл это очень много клиренс у нас 14 сантиметров водовых версий полноприводных на данный момент еще у этих автомобилей нету план технички это 27 сирена еще нету опыта потом эксплуатации этих автомобилей поэтому что-то по ходовой части по каким-то другим расходникам непонятно еще подходят ли рычаги саленблоки там и прочее вот поэтому если вы владелец e-power и вы уже что-то меняли свою ходовой часть что-то в техничку лазили обязательно пишите комментарии будет интересно почитать людям которые присматриваются к этим автомобилям вывод по технической части nissan sirena e-power это грубо говоря но но только все его агрегаты чуть-чуть подтянули за уши сделали помощнее чтобы вот эту разницу 700 килограмм пользователь автолюбитель не чувствовал что он едет как-то плохо но сейчас мы протестируем заедем до сотни вообще поездим по городу по трассе выйдем посмотрим и сделаем вывод этот автомобиль едет или нет ну что пошли в салон посмотрим салончик так меня встречает удобный подлокотник так ребята ну что в целом у нас опять же 27 сирена разный пластик много бардачков к этому вопросов нету все симпатично давайте запустим сирену так смотрите у нас мультимедиа кстати до сих пор еще запускается горит nissan добрый день добрый день о но достаточно таки долго не знаю почему так смотрите у нас мультимедиа это все с завода вот у нас здесь есть интересные кнопки там автопарковки у нас есть вот камера посмотреть со всех сторон можно посмотреть руль у нас как на nissan ноте вообще это стиль руля с nissan gtr взята вот поэтому но руль на самом деле очень удобно я его еще хвалил на ноте очень много раз и вообще очень удобно и классно что они в семейный минивэн перенесли вот это вот спортивный стиль спортивную эту разработку и в общем на сирене ты кайфуешь от управления друзья давайте посмотрим на второй и третий ряд сирены может быть там что-то новенькое кстати двери у нас на электроприводе всем рекомендую выбирать эту опцию так смотрите у нас здесь капитанские кресла то есть у нас семиместный вариант этого минивэна вот есть сплошной сплошной второй ряд капитанские кресла у нас двигаются там зад вперед но как всегда да у нас сирена это полный трансформер единственное в не гибридных версиях у них между передними сиденьями есть еще такая какой-то подлокотник раскладывающийся который все-таки делает нам эффект ровного пола здесь его нету вот кстати говоря отличие вот но и классика на то что мы можем сдвинуть второй ряд вот но также мы можем пройти между этими капитанскими сиденьями и устроиться на третьем ряду вот так что мы тут имеем можем ли мы откинуться назад можем и очень комфортно себя чувствовать вот ну что как и в воксе как и в степ вегане место на третьем ряду очень много поэтому если у вас часто на третьем ряду катаются люди я вам рекомендую брать все-таки вот такой калибр потому что фрид и сиента мало места в виши он они тоже семиместные все идут двадцатом кузове 20 25 кузов и третьему ряду ой как некомфортно но здесь же вот в этих минивэнах я не говорю же про альфар там ты на третьем ряду ты король как и за рулем если люди ездят на третьем ряду покупайте именно такой формат себе микроавтобусов чтобы люди не страдали на третьем ряду так багажник открываем так смотрите сиденья у нас складываются к боковушкам и находится в подвешенном состоянии то есть это у нас классика а в степ вегане они прячутся в багажник тем самым у нас ничего не висит и у нас свободный багажник то есть можно прям реально что-то перевозить габаритное смотрите у нас здесь здоровенная ниша грязноватая что-то прям возил японец фишка у nissan кстати я искал ручку блин а как открывается же такой блин ну как ну может может рукой провести там и не заметил что вот здесь вот есть вот такая вот штука оп положил достал что-то очень удобно вообще в любом случае подобные решения обгоняют кого кто ничего не дел со своими пятными дверями тойота ничего не его просто вот так вот целую вот эту вот раму открываешь и то есть без вариантов никаких то есть нету никаких вот таких половинчатых решений а nissan сделали honda сделали а тойота даже пока не чешется давайте прокатимся и это будет все таки у нас гвоздь программы проект машин друзья ну что замер до сотни это наверное самая важная часть нашего обзора спорт включен поехали раз-два-три давай да ладно 1103 я чуток много еще разочек ребята попытка номер два включили обычную дэшку пробуем раз-два-три до полтинника вообще хорошо набирает но также 1104 прям пуля в пулю но что тоже чудес не бывает все-таки сотню едет 11 секунд и но в начале вот-вот прям самый старт очень хороший отклик автомобиля ребята смотрите расход 17.8 километра на литре проезжает сирена то есть это пять с половиной литров на сотню расход возможен и меньше потому что автомобиль только с японии он там а еще ездил по портам судно выезжал его перекатывали на сервис на обслуживание и поэтому у этого автомобиля возможно сейчас еще расход завышен то есть можно получить цифры лучше я уверен и это я называю большим полноразмерным минивэн вот отличные цифры чувствую ли я то что этот автомобиль на 700 килограмм тяжелее чем нот е-power который весит всего лишь тонну 40 а сирена у нас тонна 740 нет 140 вот 147 это мы немножко с горочки в общем эта машина все на верхах ее нету чудо не произошло все таки нету динамики уже наверху ресурса не хватает и тонна 740 конечно же выпускает парашют и все вот 136 мы по ровной дороге там набираем там по чуть-чуть по чуть-чуть по одному километру все газ пол по городу вообще вот прям кайф по трассе есть нюансы в повороты заходим аккуратненько на обгонах повнимательнее классический минивэн от nissana все-таки степ вэган в этом вопросе самый крутой алексей привет привет наконец-то мы привезли сирену и power вот ноты конечно же вообще просто хит продаж сирены и power мы сейчас делаем на них ставки что они тоже в минивэнах они стали проходными смарта сейчас их будет очень много вести у нас отличный экземпляр 176 тысяч пробег и мы всем офисом замиранием сердца ждем сейчас выводы по поводу конченая ли батарейка уставший ли мотор и вообще то есть эти автобусы живут 200 или не живу я думаю что этот однозначно проживет больше даже чем 200 потому что по ней провели уже полный в принципе спектр обслуживания все диагностики сделали нареканий никаких батареечка ровненько я там сотых там обклонения долях двигатель здесь как и на и power он работает как генератор литий-ионная батарея литий-ионная на те нога чуть-чуть помощнее чем на ноте тут побольше установки киловатт ну потому что и машина потяжелее у нас приехал ваш кстати мотор в каком состоянии масло было уровень все 1 и 2 типа не вы что такую массу масса то на 740 он же тянет не мотором эту массу а установка мотор как зарядка работает как генератор когда сливали масло вну проверяли специального что пробег большой был уровень уровень да да общий вывод по техническому состоянию у этого экземпляра у которого 176 тысяч пробегов я бы сказал хорошая даже близко к отличному потому что никаких нареканий но все жидкости поменяли необходимые а так придраться особо не к чему тут и и даже подросили у него параметр нормальный смесь у мотора когда заряжает батарейку тоже в норме сколько ориентировочные цифры замена стоимость обслуживания там это там базовая тоошка что-то масло в моторе три фильтра как и на и power и все также я сейчас там точные цифры не смотрел ничего там масло грубо говоря там 700 рублей литр тут его там по моему 32 500 рублей работа пяти тысяч сюда по-любому конечно ага классно друзья что и требовалось доказать и power сирену даже с массой тонна 740 можно брать с пробегами 200000 потому что батарейка ровненько по мотору нету нареканий не требует обслуживания поэтому те кто боялись все-таки этих маленьких кавычках агрегатов которые не смогут потянуть эту массу шах и мат эту тачку можно брать с большим пробегом ну что время вывода время вывода nissan sirena e-power давайте я глянусь хорошая вот встает вопрос toyota voxie noah esquire в гибридной версии где 2zr 1.8 мотор 60 киловатт гибридного установка то есть вся начинка с приуса взята но кого поставить на второе место и кого выбрать между toyota voxie noah esquire либо купить nissan sirena e-power вот здесь большой вопрос все-таки здесь интересный салон интересная внешность пятая дверь меня подкупает динамика ты сразу же едешь нету тойотовского лага нету тойотовской задержки в начале тут надо смотреть еще какие цены сейчас будут потому что в марте восемнадцатого года у нас сирена и power стала проходной и из-за небольшого мотора 12 у него маленькая пошлина пошлина меньше чем мотора 1.8 и тем более у двухлитрового степ вегона степ вегон еще долго будет болтаться в ценовом диапазоне там миллион шестьсот миллион семьсот там два миллиона два двести топовые всякие версии в очень хорошем состоянии voxie там миллион триста миллион четыреста ну и нохи и сквайры туда же сквайры даже за полтора ляма а вот ниссан сирена и power со своим небольшим мотором сейчас они в течение восемнадцатого года будут становиться проходными их я думаю можно будет покупать где-то в районе миллиона миллиона ста сейчас самый старт это миллион триста за такие варианты битые восстановлен нормально можно себе купить я думаю все таки цена и динамика фирменная power она будет находить своих любителей 176 тысяч пробега она живая батарейка без отклонений представляете ребята мне понравилось nissan сирена и power я думаю в этом видео мы вам показали это автомобиль с разных ракурсов технически как он едет в салоне визуал цены давайте в комментариях пообсуждаем если будущее у этой модели в россии может быть среди вас есть владельцы уже nissan сирен епар потому что на дорогах владелостока несколько штучек уже ездят друзья жду вас внизу в комментариях поставьте лайк подпишитесь на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля провода качественного автомобиля как ограничено компания сферокар сферокар просто открыто вам не известно что вы будете найти Продолжение следует...